Смотрите в этой серии секретных материалов древности. Древние камни, испещренные загадочными символами. Забытый язык. Намеки на существование лох-несского чудовища. Зверь со страшным ревом приближается к человеку. Это исследование может раскрыть перед нами секреты исчезнувшей цивилизации. Но сначала потоп, катаклизм, божья кара. Согласно Библии, в живых остался только Ной и его семья. Но действительно ли это всего лишь легенда? Или же катастрофа, изменившая ход истории, действительно случилась? Секретные материалы древности Великий потоп Питер Ганди – автор нескольких спорных книг по истокам христианства. Сейчас он изучает одно из самых ужасающих событий, описанных в Ветхом Завете. Сюжет о Ноэ и Великом потопе. Сюжет, который меня заинтересовал, находится в Библии. Книга Бытия, глава 6, стих 17. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть». Далее в Коране читаем. Мы ответили на мольбу Нуха и спасли его и тех, кто уверовал из его семьи от большой беды Великого потопа. Легенды о потопе встречаются во многих культурах. У древних шумеров, греков, индусов, китайцев, североамериканских индейцев. Причем легендам этим много тысяч лет. Задолго до Корана появился эпос о Гильгамеша. В нем мы читаем. «Из-за адду цепенеет небо. Потопом буря покрывает землю». В общем, сюжет о потопе встречается во многих культурах. Некоторые ученые считают, что гигантское наводнение действительно обрушилось на Восточную Европу несколько тысяч лет назад. Его даже назвали Ноевым потопом. Они считают, что затоплены оказались земли вокруг Черного моря. Ганди летит в Софию, столицу Болгарии. Он хочет выяснить, как крупное наводнение могло повлиять на древние цивилизации этого региона и что могло стать причиной наводнения на Черном море. Над городом возвышается гора Витоша. Это гора вулканического происхождения со множеством пещер. Ганди поднимается на гору, чтобы встретиться с профессором Явором Шоповым из Софийского университета. Я слышал, что вы можете рассказать мне нечто любопытное о потопе. Да, но для этого нам нужно будет зайти в пещеру. Это самый крупный комплекс подземных пещер в Болгарии. Его длина составляет 15 километров. При этом пещеры очень глубокие. Здесь шесть уровней. Это настоящий лабиринт. Здесь намного теснее, чем я себе представлял. Когда эти пещеры заполняются водой, это происходит очень быстро. Продираясь сквозь узкие туннели, Шопов ведет Ганди к месту своего открытия. Доктор Шопов, вы где? Путь до нужного места занимает почти час. Наконец, Шопов дает знак о том, что они пришли. Это та самая пещера? Да. Невероятно. Свод и пол пещеры усеяны удивительно красивыми сталагмитами и сталактитами. Что эта пещера может рассказать нам о потопе? Все эти сталактиты и сталагмиты сформировались в результате того, что вода просачивалась сквозь почву. Это похоже на годичные кольца деревьев. Изучая наслоение этих каменных образований, геологи узнают объемы осадков много тысяч лет назад. Изучая именно такие камни, Шопов совершил удивительное открытие. Один из слоев был намного толще остальных. Он сформировался 7,5 тысяч лет назад. Уровень осадков в тот год в 50 раз превысил среднегодовую норму. Как вы думаете, что могло привести к такому количеству осадков? У нас есть гипотеза на этот счет, но чтобы увидеть все своими глазами, давайте вернемся в мою лабораторию в Софии. В Софийском университете доктор Шопов приготовил поперечный разрез одного из камней с пола пещеры. Вот один образец, привезенный из пещеры. Значит, обнаружив широкую полосу, вы сделали вывод о том, что в тот год уровень осадков был невиданно высоким. У вас есть предположение, что могло вызвать столь обильные осадки? Такое могло произойти, например, при столкновении большого астероида с Солнцем. Шопов предполагает, что повышение объема осадков могло быть вызвано столкновением огромного астероида или кометы с Солнцем. В результате столкновения значительно повысился уровень солнечного излучения. Ученые из НАСА производили съемки подобных событий. На этих кадрах видно, как кометы врезаются в Солнце, вызывая сильнейшие вспышки. Шопов утверждает, что после столкновения кометы с Солнцем резко выросла температура на Земле. Огромные объемы морской воды испарились, что привело к сильнейшим осадкам. Это событие и могло быть описано в древних источниках. Интересная гипотеза. Да. Как вы думаете, насколько большим должен был быть астероид, чтобы вызвать такой эффект? Думаю, диаметром 2-3 километра, то есть очень большим. Такие астероиды встречаются нечасто, поэтому и столь сильные взрывы на Солнце крайне редки. Гипотеза Шопова вызвала бурю критики. Впрочем, есть и другие гипотезы о потопе в Черноморском регионе. Например, гипотеза о том, что таяние огромных ледяных массивов в конце последнего ледникового периода привело к росту уровня воды в море. Затем однажды вода прорвалась в пролив Босфор со скоростью в 40 кубических километров в день. Это в 200 раз быстрее, чем скорость Ниагарского водопада. Это наводнение превратило огромное пресное озеро в Черное море, значительно расширив его береговую линию. Чтобы найти факты, подтверждающие теорию о грандиозном потопе, Ганди отправляется на восток, на побережье Черного моря. Он едет в Институт океанологии Болгарии, чтобы встретиться с подводным археологом профессором Петко Димитровым. Профессор Димитров, рад встрече с вами. Итак, профессор, располагаете ли вы фактами, подтверждающими, что Черное море изначально было пресноводным озером? Да, и главным доказательством служит старая береговая линия, найденная на дне Черного моря. Она залегает на глубине от 90 до 120 метров. Значит, на дне Черного моря можно найти береговую линию пресноводного озера? Да. Изучив образцы почвы со дна моря, Димитров также обнаружил останки древних моллюсков и планктона, которые могли обитать только в пресной воде. Димитров убежден, что наводнение обрушилось на неолитические поселения на берегах озера и разрушило их. В 2011 году команда исследовательского судна «Академик» проводила активные подводные исследования. Исследовательскую группу возглавлял Константин Хтерев. В один из дней мы осматривали дно и обнаружили внизу какой-то холмик. Мы решили спустить зонт и взять образец этой почвы. Когда зонт вернулся, ученые начали детальное изучение полученных образцов. Вскоре они поняли, что нашли нечто важное. В этих образцах, помимо прочего, мы нашли кусок дерева. Я точно знаю, что он не мог упасть с проплывавшего корабля, это невозможно. Скорее всего, это говорит о том, что на этом месте находилось древнее поселение. Значит, на дне Черного моря находятся руины человеческих поселений? Думаю, да. Мы все еще ждем результатов радиоуглеродного датирования. Если возраст дерева будет оценен в 7600 лет, значит, все, дело закрыто. Впрочем, пока это дело еще далеко до закрытия. Геологи из американского океанологического института Вудс-Хоул тоже брали образцы почвы с дна моря. Они согласны с тем, что в Черноморском регионе произошло крупное наводнение. Однако утверждают, что вода поднялась всего на 10 метров, в то время как болгары говорят о 60-ти. Это значит, что затоплению подверглась значительно меньшая территория. Их результаты ставят под сомнение и датировку болгарского камня из пещеры. Американцы подсчитали, что наводнение произошло около 9,5 тысяч лет назад. За 2,5 тысячи лет до того, когда, по мнению Шопова, выпали обильные осадки. Впрочем, болгарские ученые настаивают на своем. Они полагают, что великое наводнение обрушилось на первую европейскую цивилизацию. Это произошло 7 тысяч лет назад на берегах современной Болгарии. Это смелый вызов общепринятой концепции о том, что первой сложноустроенной европейской цивилизацией был Минойский Крит. Ганди хочет найти следы этой древней цивилизации. Он связывается с ведущим экспертом по Болгарии эпохи неолита доктором Тодором Дымовым из музея города Добрич. Ганди и Дымов едут на отдаленный участок Черноморского побережья Болгарии. В селе Дуранкулок находятся руины поселения, возраст которых оценивается в 6 тысяч лет. Это была оседлая община, отличавшаяся сложным социальным устройством. Поселение называют болгарской Троей, хотя оно было основано за 2 тысячи лет до знаменитого древнегреческого города. На данный момент раскопано 17 зданий. Здания очень большие, примерно по 160-180 квадратных метров. Это намного больше, чем средние современные квартиры, даже в Америке. Дымов полагает, что большое пресноводное озеро создало вокруг себя прекрасную среду для развития земледелия. Именно здесь вполне мог находиться райский сад. Жить здесь было проще, чем в пустынях Египта. Здесь было много воды и растительности. Много животных. Здесь даже львы в то время обитали. Они живут, только соживали туда и ловили. Когда началось наводнение, соленая вода затопила плодородные земли, а выжившие люди были вынуждены покинуть эти места. Ганди хочет узнать больше об этих людях эпохи Неолита. Он найдет нужную ему информацию на побережье Черного моря. В 1972 году неподалеку от портового города Варна было найдено массовое захоронение с тремя сотнями могил. Их возраст был оценен более чем в 6 тысяч лет. Большинство останков были перевезены в Болгарский институт антропологии. Ганди приехал в Софию, чтобы встретиться с профессором Йорданом Йордановым. Как вы думаете, как могли выглядеть эти люди? Чтобы понять, как выглядели люди 7 тысяч лет назад, мы проводим процедуру антропологической реконструкции. Вот наиболее хорошо сохранившиеся черепа с кладбища близ Варны. Изучив череп и скелет, Йорданов пришел к выводу, что это был сильный человек крепкого телосложения. Что же с ними случилось? Я не знаю. И вряд ли кто-то может дать ответ о том, куда и почему ушли эти люди, куда делась их цивилизация и те навыки, которыми они обладали. Кажется, что они просто исчезли без следа. Во многих могилах, найденных в лес Варны, ученые обнаружили также многочисленные предметы из золота, меди, керамики, песчаника и морских раковин. Сокровища с этого кладбища хранятся в Антропологическом музее Варны. Христос Молинов рассказывает Ганде о найденных предметах. Я покажу вам самое древнее золотое украшение в мире. Невероятно. Вот оно, знаменитое золото из Варнского некрополя. Это большая честь для меня. Вы проводили радиоуглеродную датировку? Проводили, да. Определили, что они были созданы в середине пятого тысячелетия до нашей эры. То есть примерно шесть с половиной тысяч лет назад. Потрясающе. Это говорит о том, что история Европы началась намного раньше, чем мы себе представляли. «Верно». Я почти уверен, что это золото принадлежало первым представителям европейской цивилизации. Только посмотрите, какой сложный узор, какая выделка. Просто не верится, что они были созданы так давно. Более того, это древние научные инструменты. Научные инструменты. Научные инструменты, но ведь это просто золото, ничего научного я здесь не вижу. Мы измерили эти вещицы и обнаружили любопытные пропорции. Например, соотношение сторон в этих фигурках пять к трём. Это не просто декоративные изображения. Смолинов полагает, что они создавались со знанием законов геометрии. Отношение ширины большой фигурки к ширине маленькой составляет 22 к 14, что даёт нам ровно половину числа π. Смолинов убеждён, пропорции фигурок служат убедительным доказательством того, что люди, жившие на берегах Чёрного моря до потопа, были первой цивилизацией Европы. Знаем ли мы, что случилось с этими людьми? Куда они ушли? Хотя наводнение было мощным, цивилизация частично выжила и, видимо, мигрировала на другие территории в поисках более приемлемых условий жизни. Вместе с ними мигрировали и их знания. Они породили многие другие культуры, которые затем распространились по земле, сохранив в своих преданиях историю о потопе. Смолинов полагает, что наводнение вынудило этих древних людей уйти. Однако, благодаря их знаниям, одну-две тысячи лет спустя зародились великие цивилизации Египта и Греции, а также шумерская цивилизация. Смотря на Черное море сегодня, трудно даже представить, что когда-то оно было пресноводным озером. Однако, все указывает на то, что в древности здесь действительно произошло крупное наводнение. Море буквально вылилось в это озеро и вынудило уйти живших здесь людей. Эти люди расселились по всему Средиземноморью, заранив семена будущей европейской цивилизации. Ученые до сих пор спорят о том, было ли случившееся здесь 9 тысяч лет назад наводнение природным стихийным бедствием. Но если в Библии, Коране и эпосе о Гильганеше представлены описания реальных событий, это может означать, что потоп был действительно достаточно крупным, чтобы заложить основу для зарождения новых цивилизаций. Древние каменотесы. Загадочные символы. Намеки на существование лохнесского чудовища. Код, который может раскрыть нам секреты древней цивилизаций. Загадка Шотландии. Земля Шотландии полнится необыкновенными историями. Здесь рассказывают о друидах, волшебниках и чудовищах. По всей Шотландии разбросаны 350 каменных обелисков. Эти камни одни самых загадочных объектов, дошедших до нас из глубины веков. Примерно полторы тысячи лет назад люди, которых мы знаем под именем Пикты, высекли на этих камнях загадочные символы. Роб Ли, почетный профессор Эксетерского университета, занялся изучением этих обелисков. Невероятно. Все это очень, очень странно. Вот камень под названием Брэндсбат. Я не думаю, что все эти рисунки были сделаны просто для красоты. Мне кажется, что это своего рода код, разгадав который, мы можем узнать много тайн из древнего прошлого Шотландии. Чтобы разгадать код, Ли сначала должен узнать больше о самих Пиктах. Сегодня Шотландия известна как место, где разворачиваются события фильма «Храброе сердце», а также как страна килтов, волынок и виски. Однако древние предки шотландцев не оставили после себя письменных источников, и их прошлое окутано тайной. Мы знаем о них лишь из письменных источников других народов, например, римлян. У нас есть карта, составленная Птолемеем во втором веке нашей эры, на которой изображен известный в то время мир. В левом верхнем углу мы видим Великобританию, и верхняя ее часть очень неточно изображена Шотландией. Понятно, что эти земли тогда были изучены очень плохо. Карта Птолемея была создана приблизительно в 150 году нашей эры, в эпоху расцвета Которая контролировала почти 5 миллионов квадратных километров суши. Впрочем, эти отдаленные территории оставались неизученными и незавоеванными. На изображающем Шотландию мысе написано «Калейдонийцы», что означает «крепкие или суровые люди». Ли хочет изучить символы, высеченные на других шотландских камнях. Он объединяет усилия с Гордоном Ноблом, археологом из университета города Абердин. Это городок Райни в графстве Абердиншир. Здесь находится Тап-О-Нот, одна из древнейших крепостей эпохи Железного века в Шотландии. Здесь же находится камень, предположительно 6-го или 7-го века нашей эры под названием Кро-Стейн. На нем тоже обнаружены письмена. Роб, вот этот камень, он называется Кро-Стейн. Невероятно. Какая красота. Гордон, кажется, я узнаю очертания рыбы, но что это за зверь под ней? Думаю, что это может быть кельпи, водяной дух, изображавшийся в виде лошади. Истории о кельпи встречались в шотландском фольклоре вплоть до 19-го-20-го веков. Эти существа жили в водоемах, ручьях и реках и утаскивали людей под воду или же приносили им всевозможные несчастья. Обелиски возводились в период между 6-м и 9-м веками нашей эры. При этом пикты изображали на них около 40 различных символов. Ученые спорят о том, что они могут значить. Многие полагают, что это просто орнамент или же эмблемы, или имена могущественных вождей пиктов. Полумесяц. Да, такое есть и в Брэнсбадсе. Да, верно. Другие же считают, что у символов есть более глубокое значение. Здесь есть изображение разных животных, есть зеркальце и расческа. Среди наиболее частых символов змея, древний символ мудрости. Это так называемый Z-символ. Его часто изображали в виде предмета, напоминающего гантель. А вот и наш старый знакомый. Кельпи, видите, вот его очертания. Это уже третий камень в этом графстве за сегодня. Потрясающе. Невероятно. В рисунках прослеживается определенный порядок. Очевидно, это что-то важное. Да. Ли собрал уже довольно много информации о чудовищах пиктов и других их загадочных символах. Он полагает, что исследовавшие их ученые пропустили сокрытые в них смыслы. Эти удивительные символы встречаются по всей Шотландии. Посмотрите на камень Ньютон Хаус. Это же просто фантастика. Я не думаю, что это просто узоры. Люди потратили столько времени и сил, чтобы установить эти камни и покрыть их символами. Вероятно, все это много значило для них. Наверняка это что-то означает. Что эти символы значили для самих пиктов, к сожалению, мы узнать сейчас не можем. Но, надеюсь, современная наука сможет пролить свет на их подлинное значение. В 500 километрах к югу за англо-шотландской границей в университете графства Ланкастер есть человек, который может помочь робу. Статистик доктора Фил Джонатан ищет связи между символами при помощи современных компьютерных технологий. Мне кажется, я начинаю видеть определенный порядок. Если мы сравним, например, камень Брэнсбот с камнем Ньютон-Хаус, мы увидим на них по два символа. В обоих случаях нижним символом служит змея. Я пытаюсь понять, что может означать такой порядок расположения символов. Что ж, Роб, это очень любопытно. Осталось только понять, заложена ли в этих камнях какая-либо информация. Мы можем попробовать сделать это, оценив частоту появления символов. Также надо разобраться, случайным ли образом расположены символы на камне. У доктора Джонатана есть программа, которая может проанализировать данные, собранные Робом Ли. Пока компьютер ищет порядок в расположении символов на камнях, Ли отправляется на поиски существа, изображение которого встречается только у пиктов. Считается, что этот символ может обозначать кельпи или водяную лошадь. Роб едет на север в горы Шотландии, где обитает одно из самых известных мифологических чудовищ. Озеро Лох-Нес. Исследователь Адриан Шайн исследует это озеро при помощи эхолокаторов уже 30 лет. Вы видели что-либо похожее на чудовище? Похожее на чудовище? Да, определенно. Я также занимаюсь изучением сообщений очевидцев, которые видят здесь некое крупное животное на протяжении уже почти 80 лет. Некоторые полагают, что Лох-Несское чудовище на самом деле было водяной лошадью кельпи. Возможно ли, что именно оно изображено на обелисках? Если водяная лошадь когда-либо существовала, то это точно она. Да, здесь и копыта, и хвост. Рыбий хвост, да. Первое письменное упоминание о Нессе дошло до нас из эпохи пиктов. Его иногда называют рыбой чудищем. Оно содержится в жизнеописании Колумбы, ирландского святого, принесшего христианство в Шотландию в VI веке нашей эры. Колумба держал путь к правителю пиктов, королю Бруде, в Инвернес. Он прибывает к озеру Лох-Несс и обнаруживает нечто ужасное. Неподалеку от реки Несс он встречает группу людей, которые хоронят своего друга. Его жестоко искусало чудище из озера. Колумба просит одного из своих спутников прыгнуть в воду и пригнать лодку с другого берега озера. Его спутник покорно выполняет просьбу, сбрасывает одежду и ныряет в озеро. Но чудовище поджидало его на дне. Оно еще не насытилось, у него лишь разыгрался аппетит. Оно со страшным ревом приближается к человеку, но Колумба чертит в воздухе крест и произносит «Уходи! Оставь этого человека!» И тут чудовище стремительно уплывает, быстрее, чем если бы его утянули канатами. Вернувшись на берег, Ли начинает думать, соответствует ли это христианское предание тому, что он уже успел узнать. Я не знаю, существуют ли водяные лошади кельпи на самом деле, но понятно одно. Люди очень долго верили в их существование и, возможно, изображали их на обелисках. Впрочем, детально изучив камни, я начинаю думать, что эти символы могли означать что-то еще. Доктор Джонатан звонит Робу и сообщает любопытные известия. Ли возвращается к нему в Ланкастер. Фил, что у тебя? Кажется, есть прогресс. При помощи математической программы доктор Джонатан сопоставил порядок, в котором символы расположены на обелисках. Он хотел выяснить, являются ли символы простым орнаментом или же в них сокрыта некая информация. Я произвел анализ на основе того, как часто те или иные символы встречаются на обелисках пиктов. Если бы символы располагались в случайном порядке, мы получили бы примерно вот такую картину. Однако в реальности мы получили вот что. Как видите, один из столбцов очень высок, а это значит, что в расположении символов есть порядок, и камни передают некую информацию. Это настоящий прорыв. Ученые давно пришли к выводу, что пикты использовали символы для общения, однако считали, что письменности у них не было. Доктор Джонатан провел более тщательный анализ и попытался разобраться, что означают эти символы. Такой график мы получили, изучив символы на пиктских камнях, но такой же график мы получили бы, изучив фрагмент текста, например, на английском или французском языке. Поэтому, думаю, мы можем с уверенностью сказать, что символы на обелисках пиктов были формой письменности. Письменности. Это потрясающе. Просто потрясающе. Теперь Лид должен понять, как именно в символах зашифровывалась информация. Я провел еще одно исследование на эту тему при помощи специальной компьютерной программы и выяснил, что символы на обелисках пиктов составлены по принципу слов в предложениях. Значит, символы это слова? Именно так. Так показала компьютерная программа. Взяв это на заметку, Ли должен попытаться расшифровать слова пиктов. Ли договаривается о встрече с Гиту Рисом, лингвистом из университета города Глазго. Возможно, подсказки можно найти в других языках кельтской группы, например, в алийском или гельском. Давайте взглянем на карту. Смотрите, Абердин. Ниже мы видим Арброд. Мы знаем, что в древности это место называлось Аберброд. Дальше смещаемся ниже в Уэльс. Смотрите, город Абертаузи, неподалеку от Свонси. А вот Аберистрит. Все эти названия имеют вначале приставку Абер, что на валийском означает «устье», или место, где река впадает в море, или, что более часто встречается в Шотландии, в другую реку. Одно из таких мест вы можете видеть вот здесь. Так значит, это и есть Абер? Да, это Абер. Это объясняет, почему в этом регионе, где раньше жили пикты, так много, около 29 населенных пунктов с такими названиями. Между языками пиктов и валийцев есть определенные сходства. Оба глубоко укоренены в истории этих земель. В самих землях можно найти много подсказок относительно языка пиктов. Вот, например, смотрите, как сверкает на солнце ручей. Сверкающий на валийском будет Петер. Если вы посмотрите на карту, сверху от озера Лох-Нес вы найдете Страф Петер, что переводится как «долина сверкающих ручьев». Сейчас мы находимся в графстве Пердшир. Оно названо в честь города Перд, который находится неподалеку отсюда. В валийском есть слово Перд, оно означает «дерево». Если язык пиктов связан с валийским и другими древними языками, вероятно, символы удастся расшифровать. Но чтобы сделать это, нужен язык, с которым их можно сопоставить. Ли хочет расширить зону поиска и изучить также обелиски, найденные в Уэльсе. Многие надписи в Уэльсе выполнены на древнем языке под названием Огам. Один камень из Уэльса в особенности заинтриговал Ли. У него есть догадка, но она нуждается в подтверждении. Это камень из Уэльса, так называемый камень Лангуоррен. На нем латинскими буквами высечены два слова Дигернаки и Довагни. Это имена. А ниже мы видим какие-то палочки и черточки. Это и есть агамическое письмо. Это очень древний язык, он появился в Ирландии. И вот его буквы. Если читать снизу вверх, получается Довагни. Мы видим, что в Уэльсе на одном камне могли делать надписи на двух разных языках. Если бы у нас был камень с пиктскими символами, на котором было бы написано еще что-то на другом языке, мы бы легко смогли понять, как их читать. Возможно, символы языка пиктов напоминают египетское иероглифическое письмо, в котором один символ мог выполнять функцию целого слова. Иероглифы были расшифрованы при помощи розетского камня, древней плиты, на которой одна надпись была выполнена на трех разных языках. Одним из них был известный ученым древнегреческий язык. Ли решает, что пришло время вернуться в Шотландию. Он направляется в город Инверури, что в графстве Абердиншир, где стоят на удивление современные дома. Ли возвращается, чтобы еще раз взглянуть на камень Брэнспад, уверенный в том, что он поможет ему раскрыть тайну. Что замечательно в этом камне, здесь есть надписи на двух языках. Если мы правы, то эти символы служат обозначением слов. Один символ, одно слово. Змея — это одно слово, а полумесяц — другое. Здесь же мы видим надпись на языке Огам. Если надписи на обоих языках означают одно и то же, значит, прочитав Огамическое письмо, мы поймем и значение пиктских символов. Если специалисты смогут прочитать эти символы, этот обелиск сможет стать чем-то вроде розетского камня, с помощью которого были расшифрованы египетские иероглифы. Чтобы расшифровать надпись на языке Огам, Ли снова встречается с лингвистом Гито Рисом. Вот мой рисунок камня Брэнсбад из Энверури. Могли бы вы помочь мне расшифровать надпись на языке Огам? Думаю, Думаю, да, я могу сказать, как читается каждый из этих букв. Это Э, далее Р, А, Т, А, Д, Д, и так до конца слова. Все вместе можно прочитать как Эра Тауарен. Это вся надпись. Но вот что это значит, я вам сейчас сказать не могу. Хотя никто пока не уверен в его значении. Возможно, однажды слово из языка пиктов удастся понять. Значит, мы еще не до конца понимаем надписи на языке Огам. Да, это так. Пока для нас это во многом тайна. Потребуется время, чтобы окончательно раскрыть тайну шотландских камней. Даже с Розетским камнем ученые работали больше 20 лет. Возможно, именно Робу удастся выяснить, кто установил эти обелиски и зачем. Первые камни были высечены и установлены в VI веке нашей эры, когда первые христианские миссионеры, такие как Святой Колумба, прибыли в страну пиктов. Чтобы понять, есть ли здесь связь, Ли едет на встречу со своим знакомым к могильному холму эпохи Неолита в одной из шотландских долин. Доктор Дэвид Кларк ждет его прямо в погребальной камере. Как вы думаете, кто мог высечь эти символы и куда потом ушли эти люди? Думаю, их могли нанести люди, которых христианские авторы называют колдунами. Вероятно, именно эти самые колдуны решали, какие символы обладают достаточной силой, чтобы их можно было высечь в камни. Пиктские колдуны были друидами, могущественной кастой языческих жрецов. Они считались магами и волшебниками, умевшими лечить людей и укращать силы природы. Вероятно, символы были наделены некой магической силой, и на камнях из них высекали заклинания, заговоры и проклятия. Как вы думаете, зачем вообще пикты высекали символы на камнях? Что интересно, впервые почти за две тысячи лет на этих землях появились некие скульптурные изображения. Мне кажется, пикты могли начать заниматься этим, потому что им что-то угрожало. Вряд ли они ради развлечения вдруг решили украсить ландшафт. Скорее всего, здесь замешана религия и власть. Эти камни могут быть своего рода призывом к борьбе. Когда Святой Колумба и другие миссионеры начали распространять по Каледонии благую весть, вероятно, творя при этом чудеса, друиды поняли, что они представляют серьезную угрозу их власти и их религии. По преданию, Святой Колумба устроил состязание в магических силах с магом по имени Бройхан, который умел контролировать стихии. Колумба победил. Они не хотели пускать христианских миссионеров сюда. Они ставили эти камни, как будто говоря, христианство нам здесь не нужно. Робули пока не удалось разгадать код на шотландских обелисках. Однако, он нашел возможную причину их появления. обелиски могли быть попыткой сдержать страшную угрозу целостности пиктского общества. Христианство Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читал Денис Некрасов Редактор субтитров Корректор А.Егорова